В данном обзоре Twinmotion 2019 и не только, но обо всём поподробнее. Всем привет, с вами Джонник Икс. Сразу скажу, это демо-версия программы, скачанная с официального сайта Twinmotion.com. Однако перед нами главнокно не Twinmotion, а Product Manager от компании AppVient. Кратко, Product Manager – лаунчер, с помощью которого можно установить Twinmotion 2019, а также его обновления, плагины и т.д. Зайдем в свой профиль, изменить настройки и найти обновления. Зайдем в настройки. Здесь можно выбрать язык интерфейса, запуск при загрузке в пенсионную систему, автоматическую загрузку обновлений и путь к обновлениям. Однако нам нужен Twinmotion 2019. Выбираем ячейку и жмем Download and Install. Начинается загрузка файлов, по истечении которой проводится проверка целостности архива, а затем начинается установка программы. В итоге на экране появляется стандартное окно установки, которое присутствовало и в предыдущих версиях Twinmotion. После установки запускаем программу. Ирлака программы нет, что немного неудобно. Делаем это через Product Manager, но можно и через ирлак программы, если вынести его из папки программы. После пригласительного окна нас встречает окно License Activation, активация лицензии, где говорится о доступных 20 днях использования этой версии. Кроме ограниченного периода, здесь нельзя сохранять и экспортировать. А в остальном же, как у Pro-версии. Что ж, давайте начнем. Проверим окно с подсказками. Оно осталось без изменений. Главное окно программы. На первый взгляд выглядит так же, как и в версии 2018 V2. Однако, это только на первый взгляд. Для начала импортирую модель здания. Готово. По порядку о нововведениях. Окно редактора. Оно изменилось. Теперь при раскритии библиотеки элементов или дополнительных параметров, полигон сжимается в размерах, чего не было ранее. От окна редактора библиотеки. В разделе Furniture, в City добавлены папки Flags и Construction. В настройке флага позволяют добавить флаг любого государства, плюс адаптировать его к покойным условиям. А более чем 90 объектов со строки добавят еще большей реалистичности в визуализации строительства. Кроме этого, в разделе Volumes добавлен Reflection Probes, зонды и отражения. В новой версии добавлены более 30 объектов декораций, 40 разметов для дороги и 30 материалов. Переходим в поле редактора. Orthographic Views, ортогональные виды. Чтобы их открыть, жмем на глаз. Кстати, здесь есть не только Views виды, но и Clipping отсечения. Виды. Сверху, снизу 4 фасада и перспектива. При приближении отчетливо видны текстуры. Отсечение. Работает со всеми видами. Отсекать можно как по горизонтали, так и по вертикали. Не забываем про перспективы. Mishment Tools, инструменты измерения. Находится в разделе Urban, город. Сам раздел претерпел изменения. К примеру, Context, среда и Background, фон объединились в группе Context. А пути для объектов в группе Path. Нам нужен Mishment. Замер. Выбираем его. Замеры делаются между гранями. То есть, размеры будут видны внутри объекта. Intergear, к примеру. После появления размера, ниже, появляются инструменты для его редактирования. Изменения толщины и положения текста. Цвет и направления. Composs. Composs. Находится в разделе Nature, природа, Localization, местоположение. При нажатии справа окна редактора появляется Composs, который, к слову, не отключает предыдущую функцию Amnesia. Простая новинка, добавляющая ясность в картину. Lighting Options. Вариант освещения. Находится в разделе Nature, природа, Lighting. Освещение. Добавленный Moon Power, силу луны, дословно. И Ambient Occlusion, рассеивание света в окружающей среде. Как это выглядит на здании. Moon Power. Для этого меняем время суток на ночное. Сила луны. Это всего лишь яркость у луны. Однако, это еще не все. More. Сезис, фазы луны. 27 вариантов отображения. Stars Intensity, интенсивность звезд. Это та же яркость. Теперь их можно убрать. Ночные кадры максимально приближены к реалистичным. Perspective Correction, коррекция перспективы. А вот это уже реально необходимая функция. Находится в разделе Media. Активируется при создании изображения или видео. Расположен в More, Camera, Settings. Видео расположено подальше. More слева, а не справа. Далее Camera, Settings. Light Model, белые модели. Находится в разделе Media. Активируется при создании изображения или видео. Расположен в More, Visual Effects. Визуальные эффекты, Clay Render. Рендер лепки образным. Параметр Enable ставим On. Все становится не белым, как было в презентации. Однако, не важно. Цвет можно редактировать. За выбор отвечает Selection. Где можно отключить эффект лепки в какой-либо группе объектов. В разделе Export также произошли изменения. В More добавлены Max Reflection, максимальное отторжение. И Max Liking, максимальное освещение. А на этом все. Понравилось видео? Не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за внимание. И до скорых встреч.